Зочи с красками и кистью Иван Медведев оставил после себя богатое наследие. Около тысячи пейзажей и портретов, эскизов памятников, мемориалов и других произведений, выполненных в разнообразных художественных техниках, шлачайшая палитра его творческих изысканий поражает. 34 акварели, в которых вся красота и самобытность Беловежской пущи раскрывают почитателям живописи Ивана Медведева и тем, кто только начинает знакомиться с его творчеством, новую грань его таланта. Это человек, который долгое время был связан с территорией Брестской области. Действительно, очень много времени и очень много картин у него посвященных как жизнедеятельности Брестской крепости, так и тем значимым объектам, которые есть на Брещене. В том числе, сегодня мы здесь, в этом зале, можем видеть работы, которые посвящены жемчужине земли белорусской, в том числе и Брестской земли. Это Беловежская пуща. Я помню папу постоянно работающим, вспоминает дочь знаменитого маэстро Ирина Кузнецова. Непременное желание творить, уделять каждой детали особое внимание и постоянное стремление оттачивать свое мастерство. Отличительная черта характера как личности Ивана Медведева, так и его творчество. По мнению Ирины Ивановны, обучение в Питерской академии сыграло немаловажную роль в формировании этих краеугольных для художника качеств. Это такой скрупулезной живописи. Его научили, конечно, в Академии художеств Питера. Потому что каждая школа, каждого города, каждой страны, она особая. И вот даже посмотрев, старые художники посмотрев, говорят, наверное, он учился в Питере. Иван Медведев относится к плеяде художников, которых отличает бережное отношение к природе, к своему родному краю и земле. Поэтому, изображая могучую чащу жемчужины Берестейщины, он говорил своими произведениями и заставлял окружающих увидеть в своих полотнах другую природу, другой мир, задуматься и полюбить его бескрайние просторы и уникальную красоту. Иван Васильевич открывает перед нами вот те места, которыми мы гордимся, нашу Белорусскую пущу. Причем он не пишет красивые полянки лесные, а в основном это гуща, пырелом. Это то, что уводит нас в древние седые века. И мы можем представить себе, какой она была, наша пуща, тысячу лет назад. Вот что ценно, вот что важно в творчестве Ивана Васильевича. Все очень солнечно и все так живо и все так тепло, что, конечно, наверное, вот так должен работать художник, чтобы мы, сколько бы лет ни прошло, глядя на работы, радовались и восхищались именно тем, что он увидел тогда. Вскоре обрещание гостей города смогут посетить очередной вернисаж, посвященный творчеству Ивана Васильевича Медведева. Его дочь Ирина Кузнецова планирует создать еще одну выставку, которая свяжет современный Брест с Брестом 50-х годов. Фотографируя места, изображенные на картинах ее отца, художница покажет, как изменился наш город. Историческая экспозиция станет концептуальным продолжением предыдущих вернисажей, которые почитатели творчества Ивана Медведева, безусловно, будут ждать с нетерпением. В истории Драгобедской, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.